Работая над проектом Heaven Grave, я для себя понял, что в этой игре должна быть чертовски сочная, тягучая, такая прям мерзкая драма. А собственно, драма появляется вследствие чего? Конечно же, благодаря пресловутым драматическим сюжетным ходам, из которых и состоят красивые истории в жанре фэнтези, фантастики, приключения и вообще, в принципе, всей истории. Я вспомнил фильмы, книги, игры и сериалы и прикинул, что герои в них делают. И вариантов тут же возникло множество. От всякой мелочи в духе того, что в художественных произведениях наши персонажи нередко пытаются спрятаться от разнообразной дыряни, всяких там пуль, стрел и заклинаний, да блин, черт возьми, дожат некроморфов, и вытаскивают друг друга из проблем. И аж до вселенских таких масштабных страшных событий. Да. Сегодня мы разберем это дело подробно, но для начала на правах эдкой саморекламы. Попрошу минуточку вашего внимания. В двух словах расскажу о том, что упомянул в самом начале. Ролевой проект Haven Grave. Игра, где вам и вашему персонажу предстоит погрузиться в суровый мир беззакония, предательств, лжи и опасности. Это ролевой проект, где вас не ведут за ручку по сюжету, ведь сюжет постоянно строится вокруг вас за счет ваших действий, действий игроков и NPC. Стань членом влиятельной банды и добудь признание на улицах Haven Grave. Стань ремесленником, посвяти свою жизнь торговлю и созданию предметов для других игроков. Стань исследователем. Монстры, артефакты, легенды ждут, когда о них узнают. Количество путей в Haven Grave зависит только от твоего желания и фантазии. Мы очень скрупулезно и внимательно относимся к работе над игрой. Постоянно развиваем и улучшаем приложения игры. Мы настраиваем ботов, которые делают игру интереснее и увлекательнее. В ближайшие дни мы готовы впустить в игру еще десяток новых персонажей. Потому беги по ссылке в описании к ролику, который расскажет о том, как попасть в Haven Grave. А мы переходим к драматическим ходам в сюжете наших произведений, игр и вот этих всех дел. В художественных произведениях внутренний мир героя, его переживания, его развитие не менее важны, чем сам экшен. И мне показалось, история будет лучше, если показать игрокам, зрителям и читателям, что обращать внимание на такие вещи — это классно. Кроме того, если у нас речь идет конкретно о, допустим, ролевой игре, то очень круто и полезно дать игрокам возможность такой вот инструмент для того, чтобы они сами могли создавать ту самую драму. Этакие инструменты непосредственным управлением историей, чтобы они могли делать ее ярче, интереснее и такой, какая нравится им самим. Собственно, даже в ролевой игре сам игрок может стать режиссером, автором, сценаристом, писателем, тем, кто сам создает историю этой игры. Потому разберем важные пункты, которые важны при написании драматических ходов. Во-первых, они открывают новые возможности развития истории. Это важное отличие от простой и линейной игры, грубо говоря, по сюжету, который уже кто-то когда-то придумал для нас. Базовый сюжет и ходы игрока лишь оцифровывают действия героя. Это их главное предназначение. Они говорят, что происходит, если герой чинит что-то важное. Сражается с серьезным противником, изучают ценную информацию и так далее. Главное предназначение драматических моментов — это развить историю. Они могут обозначать действия, которые иначе в игре не произошли бы. Или произошли бы, но им бы не придалось большого значения. Герой и раньше мог отправиться в криминальный район с возможностью нарваться на проблемы. Но добавление драматического поворота гарантирует, что с ним что-то ведь случится. А не просто прогулочка и встреча с какими-то бандитами, блац-блац-блац, бросили там кубики и все. На этом конец истории. Да, кстати, об этом. Если это все дело происходит где-то у нас, допустим, в настольной ролевой игре, то, как правило, лучше, чтобы подобные события не содержали бросков кубиков. Так как драматические ходы не всегда про действия. Риск здесь излишен. Да и тупо было бы, если бы герой раскрыл душу, а бросок кубиков показал бы, что ну это, ну так, тебе не очень получилось. Как-то не пошли кубы. Ну или, в конце концов, не так, как игроку хотелось бы. Пусть он сам решает, что случилось. Он же управляет историей. Хотя драматические ходы с бросками тоже бывают. И бывают, между прочим, кстати говоря, хороши. Также они должны содержать некий стимул. Изначально тот же самый художественный твист в духе «Раскрываешь свой внутренний мир» выглядит просто как напоминание о том, что круто делиться своими мыслями и чувствами. Ага. Но это больше похоже на совет или принцип, чем на полноценное раскрытие героя или события. Придется подумать, стоит ли оборвать эту деталь на полусловие или продолжить развивать как полноценный сюжет. Да, возможно не сейчас. Возможно где-то когда-то в будущем. Вообще на другой сессии. Но все-таки стоит развивать. И оно в конце концов пригодится. Ну, это чеховское оружие. Они должны быть внутренне цельными и не иметь конкретной материальной цели. Например, если бы действие нашего персонажа, в котором он снова-жда раскрывает свой внутренний мир, звучало как «Когда ты делишься важными чувствами с собеседниками, ты получаешь в награду ножик на плюс один к атаке». Это вызвало бы в лучшем случае недоумение. А как итог, это и вовсе убьет смысл всего драматического момента, который произошел. Давайте разберем это на примерах с названиями, которые понятны каждому. Ведь эти названия своего рода тоже клише в фантазии и фантастике. Итак, «Жертвуешь собой». Наверное, с идеи этого события все началось. Когда залп колоссального орудия противника чуть не распылил корабль со всеми нашими героями. Ужасное и масштабное заклинание великого некроманта уничтожает королевство. Тогда ты подумал, разве может история так закончиться? И со временем понял, что не все так плохо. Пусть один из героев спасает всех. А еще нет. Это красиво. Это эпично. Понятно, что это ход в первую очередь про управление историей. Тут еще встроен защитный механизм от нелепых жертв и некрасивых жертв в конце игры. Когда идти на них просто знаешь, что игра скоро заканчивается. Если другие участники согласны, почему бы и не? Вариант второй. Делишься воспоминаниями. Или же, можно еще назвать, это такая затишье перед Абурией. Часто в фильмах наступает передышка после боя или снижение накала, когда герои готовятся к сложностям в будущем. И тут один из наших героев начинает вспоминать прошлое и рассказывать о детстве, о своем первом убийстве, о своем питомце, о чем угодно. Мне тоже хотелось бы, чтобы такие сцены были в игре. Вот и этот ход. Про раскрытие персонажа, конечно. У него в стимулах несколько вариантов, чтобы игрок мог выбрать наиболее подходящий момент и не было курьезов, когда подобные разговоры очень уж не в тему. Ну и как мастера и авторы помните, защита в виде один раз за затишье. Тупо, чтобы не спамили. Одна история, которую обсудили, это драматично. Несколько это уже посиделки у гостра. Хочешь про себя рассказать, провоцируй новое затишье. Ну и вариант третий. Ты влипаешь в неприятности. Тут все просто. Мы хотим дать инструмент тем игрокам, которые хотят сделать свою игру острее и интереснее. Которым стало скучно и хочется приключений. Хочется приключений? Найди себе приключения! Тут ты смотришь на игру совсем с режиссерской позицией. И герой может вообще не хотеть неприятностей, в отличие от игрока. А игрок, благодаря вопросам, получит именно то, чего душа просит. Как итог, практика показала, что драма штука сложная, непростая, но чертовски полезная для игры и раскрывает ее. Да и не только для игры, для сюжета того же самого художественного произведения. Почему бы и нет? В любом случае, для фокуса истории прям самое то. Ну а я благодарю за ваше внимание. До очень скорой встречи в таверне. Я тут заканчиваю уборочку. Паутин, конечно, еще многовато, но ничего. Скоро встретимся.